Новости на канале СТВ в студии Екатерина Забинько. Здравствуйте и в начале коротко о главном. Историческая встреча или великая миссия? Александр Лукашенко встретился с папой римским Франциском, о чем говорили президент и понтифик в нашем репортаже уже через несколько секунд. Сильные ливни на юге Китая. 8 человек погибли и более полусотни тысяч эвакуированы. В регионе велика вероятность провалов грунта и схода оболзней. Птицы, звери и другие сказочные персонажи. Мастера резьбы по дереву в Могилевской области презентовали новые шедевры. О том, как творчество соединяется с физическим трудом Юрий Прокопенко. И искусство в шаговой доступности. На ограде парка челюскинцев торжественно открылась экспозиция оторепродукции. Торжественный прием, дружественная встреча, схожесть взглядов и обмен подарками. В апостольском дворце Ватикана сегодня состоялась встреча президента Белоруссии с папой римским Франциском. Александра Лукашенко принимали в Ватикане согласно давним традициям. Само же общение прошло в очень теплой и дружественной атмосфере. Уже после встречи Александр Лукашенко расскажет журналистам, что в разговоре с понтификом нашлось место и для серьезных вопросов, и для добрых шуток. Сегодня же Александр Лукашенко встретился с госсекретарем Ватикана и посетил выставку белорусских икон. Впрочем, во всем по порядку в репортаже наших корреспондентов. Встреча Александра Лукашенко и папы римского прошла в апостольском дворце Ватикана. По традиции, во дворце Святого Дамаза выстроился почетный караул швейцарских гвардейцев. Главу белорусского государства встретил префект Святого Престола. В сопровождении членов официальной делегации и почетных встречающих они прошли через залы апостольского дворца к папской библиотеке. Здесь Александр Лукашенко приветствовал понтифик Франциск. Встреча Александра Лукашенко и понтифика Франциска продолжается 40 минут. Из них 25. Президент и папа римский общаются в формате один на один. Общение проходит в очень теплой и дружественной атмосфере. Уже в присутствии членов официальной делегации стороны обменялись подарками. Глава белорусского государства преподнес в дар понтифику копию креста Ифросини Полоцки и модель кареты. Они сделаны из дерева с помощью уникальной техники резьбы. Также в подарок уникальная голографическая икона. Старина и современная. На ухо. Эти документы о Евангелии, охране природы и семье Папа Римский Франциск написал сам. Сегодня понтифик дарит их Александру Лукашенко. Еще один подарок – изображение оливкового дерева. В христианстве это символ мира. И именно мирную миссию, которую несет Беларусь, особо подчеркивает Папа Римский. В завершении встречи президент Беларуси и понтифик тепло попрощались. Александр Лукашенко пригласил Папу Римского приехать в Беларусь. Приезжайте к нам. Вы получите столько сил и здоровья, сколько ни в одной точке мира. Это я вам обещаю. После аудиенции у Папы Римского встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Ватикана. Это второе лицо в Святом Престоле. Пьерто Паролин отвечает за политику и дипломатию по аналогии со светской властью. Выполняет функции премьер-министра. Александр Лукашенко и Пьерто Паролин хорошо знакомы. Госсекретарь Ватикана приезжал в Минск после нормандских переговоров, чтобы поблагодарить Беларусь за мирную позицию. Ватикан – сокровищница мирового искусства. Сикстинская капелла с красивейшими фресками самого Микеланджело. И именно здесь всякий раз проходят выборы Папы Римского. Собор Святого Петра, второе по величине христианская церковь в мире. Ну и, конечно, музей Ватикана, где хранятся самые знаменитые полотна Рафаэля. На днях здесь открылась экспозиция белорусских икон. Сегодня ее посетил Александр Лукашенко. Эту выставку уже назвали одним из важнейших событий Года культуры Беларуси. 33 уникальные иконы от века 17-го до современности. Эти образы ценны и для католиков, и для православных. Экспозицию готовили несколько месяцев. Позади кропотливая работа реставраторов и специалистов национального художественного. Выставляться в Ватикане огромная честь. Тем более, что специально для белорусских икон освободили постоянно действующую экспозицию. Мы уже с директором музея договорились в следующий раз. Нам будет представлена значительно большая площадь. И мы с вами понтифика пригласим и втроем придем. Ванга, время выставки, но выставку очередную. После посещения выставки Александр Лукашенко задержался возле хора Всехсвятский. Когда-то вокал Патриции Кургановой тронул Александра Градского на одном из популярных российских проектов «Голос». А теперь не оставил равнодушным ни одного из гостей Музея Ватикана. Белорусский президент был тронут проникновенным пением девушке и вручил ей памятный подарок. После Патриция призналась, что ее это поразило, впрочем, как и в целом само событие в Музее Ватикана. Это грандиозное событие, к которому была очень большая подготовка. И лично я чувствую какой-то трепет. И, конечно, и мне очень приятно, что наша культура, представленная наша выставка, представленная здесь, в Ватикане. И я думаю, что люди, которые здесь, и из Беларуси, и итальянцы, все очень интересуются культурой и историей. Уже после осмотра экспозиции глава государства пообщался с журналистами и подвел первые итоги исторической встречи с папой римским Франциском. Прошла она в очень дружественной и теплой атмосфере. Александр Лукашенко отметил схожесть его взглядов и жизненных принципов с теми, которых придерживается папа римский. Прошла она очень хорошо, просто лучше не бывает, чтобы вы знали. Мы близки с ним идеологически. У нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как президент. Так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которые папа Франциск придерживается. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, теплый и приличный разговор. Понтифик абсолютно согласен с тем, что ему пора приехать в Беларусь. Он очень хорошо осведомлен ситуацией в Беларуси, как среди католиков, так и православных основных конфессий. Он очень хорошо знает о том межконфессиональном согласии, которое царит у нас, о ситуации в социальной сфере, в экономике. Александр Лукашенко отметил, что Папе Римскому пора приехать в Беларусь и встретиться с патриархом Русской Православной Церкви на беларусской земле. Это общение могло бы поспособствовать миротворческому процессу. Я высказал мысль, что пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями. Я уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть вот это рукопожатие не в далекой Кубе, в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы. И слава Богу, которые не затронули те катаклизмы, и он это тоже подчеркнул, которые произошли в постсоветских республиках и в республиках Восточной Европы после распада Советского Союза. Поэтому все в руках Господа. Я думаю, что если Он благословит, то наши высшие иерархи Церкви Православной и Католической встретятся на беларусской земле. И думаю, что пригласят туда и представителей мусульманского мира, и иудеев, и других конфессий. Повод может быть разный, но самый святой повод это, как предлагают наши священнослужители многие, почесть, дань уважения погибшим в Первой и Второй мировой войне. Очень много времени понтифик интересовался ситуацией в регионе, особенно в связи с конфликтом в Украине. Честно скажу, что я высказал свою позицию, что нынешнее состояние, ситуация в Украине на Востоке, отвечая на его вопрос, что Беларусь нуждается в новых инициативах, и желательно бы духовных. И если бы два иерарха Православной и Католической Церкви, встретившись в данном случае, я пригласил их в Беларусь, пригласили священнослужителей и европейских, и украинских, и российских, и наших, и сели, поговорили, а потом все вместе перед миллионами или двумя миллионами паломников и белорусов помолились во имя мира, думаю, что хорошая бы была инициатива в развитии тех минских договоренностей, которые когда-то начаты политиками. Рассказал Александр Лукашенко и о мотивах своего визита в Италию и Ватикан. Перспективы у двух стран огромные. Уже обсуждаются совместные проекты, к примеру, по созданию в районе Бреста итальянского промышленного парка. Да и взаимный товарооборот можно и нужно нарастить. Италия всегда нас поддерживала в самые трудные времена. И Италия, и Ватикан, я их поблагодарил за это, очень много сделали для того, чтобы мы восстановили нормальные отношения с Европейским Союзом. Мы этому уделяли определенную часть времени, особенно с президентом Италии. Поэтому и это причина того визита, моего первого визита. После этого на эту благодатную и священную землю я просто должен был поблагодарить этих людей, как и многих других. Я думаю, у меня будет возможность за понимание того, что происходит в Беларуси и за нормализацию этих отношений. Что касается перспектив, они очень хорошие. Сегодня уже есть предложение и желание вернуться к тем проектам, к которым мы когда-то договаривались. Это технологический парк в районе Бреста. Там земля выделена 300 гектаров, 100 гектаров мы можем еще под их предприятие. И самое интересное, это опыт уникальной Италии развития малых и средних предприятий. У них больше 90% экономики держится на этом. То, что нам нужно сегодня. Поэтому разговор был долгий, длительный. И я уверен, что я просто убежден, что он закончился на позитивной ноте с точки зрения перспективы. Встреча Александра Лукашенко с понтификом и президентом Италии – события, которых ждали многие. И здесь, в Святом Престоле, и в Минске. И сегодня стороны уверены – уже совсем скоро достигнутые договоренности воплотятся в конкретные проекты. Александр Кулакова, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ, Ватикан, Италия. О духовном наследии Беларуси говорят в эти дни и во Франции. Так, в Париже в рамках Дней белорусской культуры прошло сразу несколько встреч, в центре внимания которых оказались две белорусские христианские святыни – Жировичская и Буцловская, иконы Божьей Матери. Примечательно, что эти образы относятся к разным ветвям христианства – католической и православной. Однако одинаково почитаются в Беларуси обеими конфессиями. Эти встречи состоялись благодаря поддержке Культурного центра Беларуси во Франции и нашему дипредставительству в этой стране. Приветствую их участников, белорусский посол во Франции Павел Латушка отметил, что наша страна исторически является образцом взаимного уважения представителей разных национальностей и конфессий. Обе иконы переданы в дар Православному кафедральному собору трех святителей в Париже. Специалисты установили местонахождение черных ящиков, потерпевшего крушение египетского авиалайнера. Бортовые самописцы находятся в районе греческого острова Карпатас, где ранее спасатели достали из воды обломки самолета. К тому же стало известно, что за мгновение до падения на борту произошло задымление в туалете и соседнем отсеке. Поисковая операция в зоне бедствия продолжается. Тела погибших пока так и не были обнаружены. Восемь человек погибли и более 50 тысяч были эвакуированы на юге Китая из-за ливней. В центре стихийного бедствия оказалась провинция Гуандун. Непогода принесла ущерб на сотню миллионов долларов. Разрушены дороги, линии связи, жилые дома. Некоторые населенные пункты остались без света. Экстренные службы борются с последствиями обильных дождей. В регионе велика вероятность провалов грунта и схода оползней. Стрельба из боевого оружия, рукопашный бой и полоса разведчика. Окунуться в атмосферу армейского быта решили более сотни брещан и гостей города. На базе 38-й мобильной бригады. В эти дни проходит военно-спортивная игра противостояния. Команды дислоцировались на полигоне, освоили автомат Калашникова и пистолет Макарова. И вообще жили по всем суровым законам армии. Самым зрелищным этапом игры стала так называемая тропа разведчика. Испытание, как показывает опыт, под силу только самым стойким и сплоченным командам. Заключительным этапом игры станет марш-бросок в 10 километров. Сегодня утром были там стрельбищи, давали пострелять там с пистолетов, с автоматов, с СВД. А это вот одно из таких самых сложных. Тот труд, который делают вооруженные силы в любых специальностях, он нелегок. Сложно может быть даже для некоторых и в первую очередь и в психологическом плане. Но тем самым мы, я думаю, это самое главное, показываем уровень подготовки наших вооруженных сил. Они собрались вместе, чтобы сделать сказку. Народные умельцы, мастера резьбы под дерево Могилевской области презентовали новые шедевры. Итогом конкурса Пленера в Белыническом районе стали более десятка различных скульптур. Зверей, птиц и сказочных персонажей. В том, что бензопила и стамеска бывают художественными инструментами, убедился Юрий Прокопенко. Еще несколько движений бензопилой и у деревянного старичка-лисовичка появится шляпка. Народный умелец из Белыничьей, Святослав Ругль, решил на конкурсе поработать на скульптуры персонажа белорусских сказок. Дерево, мягкий и теплый материал, хорошо подается опытной руке мастера. Основное назначение, чтобы любой работы художественной, чтобы человек смотрел на нее и получал какое-то эстетическое наслаждение. Организаторы конкурса Пленера не ограничивали участников какими-либо рамками. Вот вам дерево, делайте, что хотите. На выходе получались цапли, медведи, аисты и прочие обитатели белорусской фауны. Отличие от оригиналов, можно сказать, минимальное. Мастера постарались. Самая слоганная отказность за то, что ты робишь речь, какая долей будет служить людям, какие будут для детной, будут оценивать. Александр Доморадский известен как специалист по медведям, естественно деревянным. Уж сколько он их сделал, этот дубовый юбилейный, 30-й по счету. Чтобы сделать медведя, надо много усилий приложить, вырезать. Это работа пилой, день хорошей работы нужна и доводка с тамесками. За день работы устаешь, конечно, очень сильно при этом, но зато результат радуется многому мастеру. Порадовал результат и жюри. Этот косолапый по имени Таптыга признан лучшей работой конкурса. Ее автор Александр занимает верхнюю ступень пьедестала, который, кстати, по случаю сколотили сами мастера. Выбрать победителя было очень сложно, поскольку уровень мастеров был очень высоким. И даже были споры среди членов жюри. Уже завтра эти деревянные скульптуры установят в местах придорожного отдыха. Ближе к людям они будут создавать атмосферу праздника и добра. Правда, Мишка? Молчание – знак согласия. Юрий Прокопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилевская область. Экспозиция под открытым небом. Более сотни фоторепродукций дворцово-парковых комплексов, замков, усадеб, церквей и соборов украсили ограду парка Челюскинцев. Это визуальное путешествие по стране, ее истории и культуре. По задумке организаторов, это наглядно продемонстрирует минчанам и гостям столицы возрожденное наследие Беларуси. На торжественном открытии арт-проекта побывала Юлия Матяш. Арочные своды городских ратуш, строгий крой старинных усадеб и высокие колокольни соборов и церквей. Будущие художники решили увековечить на своих полотнах то, чему архитекторы подарили вторую жизнь. За кисти разом взялись более 60 мастеров. Очень здорово, что сейчас еще каждую частичку души отдаст из юных художников и запомнит это навсегда. Великий безумный Дали в зеленый красил усы, эта девушка, можно сказать, подвиг повторила. На своем полотне воссоздает иезуитский коллегиум 19 века. Правда, место в истории для художницы не то же, что место на картине. Будет здесь, в этом месте, маленький. Даша только мечтает побывать в том месте, что сегодня изображает. Костел, по словам девушки, невероятно светлый, легкий и воздушный. Что заметно и человеку далекому от искусства. Картину едва не унесло ветром. Мне вообще очень нравится то, что сейчас начинают восстанавливать памятники архитектуры в Белоруссии. Каждый выбрал для себя свое культурно-историческое. Сюжеты для творчества пришли из музея под открытым небом. В выставке белорусских фотографов только обновленные архитектурные ценности. Кстати, проект начинался там же, где и история белорусского зодчества, в Полоцке. В своем проекте хотим именно показать широту, богатство и красоту нашей страны. Такой самобытной готики, барокко, такого самобытного классицизма нет нигде. То есть нам действительно есть чем гордиться. Только за последние три года работы по возвращению к жизни велись почти 30 белорусских дворцах, замках, храмах и соборах. Своеобразная эпоха Возрождения. Вот и авторы выставки, признаются, не ожидали. Мы можем говорить об этом, кольки отновлены и отроджены, кольки подняты с руин помников архитектуры. И мы этим можем гонориться. Потому что вернуты храмы, которые были ранее закинуты, отновлены не только из руин, а, так скажем, целиком отроджены церкви. Всего под открытым небом более ста фотографий реставрированных культурных ценностей. В одном месте целая энциклопедия по весьма разнообразному облику нашей страны. Юлия Матяшева, Анборовой, телекомпания СТВ. И последнее. Этой ночью все музеи мира предлагают прикоснуться к прекрасному. К международной акции присоединилась и Беларусь. Это значит, что несмотря на поздний час, двери хранилища галереи страны будут открыты для посетителей. Привычных экскурсий не будет. Музейные работники обещают удивить оригинальными программами. Костюмированные вечеринки, премьеры песен о художниках и музах, модные показы, поиски клада и средневековый парад рыцарей. Это далеко не все, что представят белорусские музеи. И на этом у меня все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Напоминаю, что менее чем через полчаса в 20.10 на телеканале СТВ смотрите телеверсию 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершина». Лучшие программы и любимые ведущие получат заслуженные награды. Я с вами прощаюсь. В студии работала Екатерина Запинько. Всего доброго.